Бокертов! Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем нашу новую недельную главу Торы, которая называется Пкудей. Это последняя глава второй книги Торы Шмот. Мы опять вспоминаем, что если мы изучаем заповеди построения храма, то нам засчитывается, как будто мы его строим. Строим храм, строим мир. И нам очень важно сейчас именно строить мир, чтобы на земле воцарился мир. То горе, которое сейчас происходит, это кровопролитие, должно остановиться. Для этого мы можем учить Тору стараться исполнять заповеди. В этой главе нет никаких заповедей. Эта глава подводит итоги построения храма. Написано в главе Пкудей вводит в итоге сооружение шатра откровения, свидетельства, так как повторено два раза о шатре, считает это намек на то, что будет построен второй храм дальше. Сначала первый, потом второй. Как наши мудрецы это видят. Написано, золото у нас было израсходовано 29 хекаров и 730 шекелей. На что у нас пошло золото? Золото пошло у нас на изготовление стен мешкана, на изготовление столбов, которые держат на себе завесу, одеряющую святилища святая святых, на столбы, которые на входе в шатер откровения. Ковчег свидетельства, ковчег завета мы знаем, мы знаем минору, стол предложения, маленький жертник это все из золота. Кроме того, из золота изготовлялся потолок, там были крючки золотые и естественно одежда первосвященника, тоже была изготовлена из золота. Есть комментарии к этому, конечно, выше нашего понимания, очень сложный комментарий, сколько куда ушло, если берем Рабесадья Гаона, благосоверной памяти. Он говорит, что на каждый столб с храма ушло по пол кикара золота. Если мы возьмем, что у нас таких столбов сто, как пишет Рабесадья Гаон, то вот посчитайте, сколько у нас ушло. Нет, получается, это не сто, это получается, таких столбов у нас, как считает Рабесадья Гаон, он говорит, что их девяносто, нет, пятьдесят два, то есть на сорок восемь идет их вокруг храма и четыре на завесу, то есть если мы посчитаем это все по пол кикара, то получится у нас ушло двадцать четыре кикара. Он говорит, что один кикар ушел на ковчег, один кикар на минору, вот получается у нас двадцать шесть кикаров, один на стол предложения, двадцать семь кикаров, получается, и один идет на жертвник маленький. В общем, он так израсходовал, получается, на все двадцать девять кикаров, а говорит, из семьсот тридцати шекелей сделали одежды коином, а вот об этом он и пишет. Естественно, мы задаем вопрос, если мы все золото израсходовали, двадцать девять кикаров, семьсот тридцать шекелей, откуда у нас взялось золото на изготовление пяти столбов, на которых держится вход при входе в шатер? Откуда у нас золото взялось на изготовление колец, на которых держится пятнадцать засовов? Это же не сусальное золото или не краска золотая, это именно золото кольца, чтобы держать засовы, которые держат конструкцию храма. Представьте себе, у нас пятнадцать засовов по два кольца хотя бы на каждый, получается, надо сделать тридцать колец мощных золотых, чтобы держались. Двадцать четыре кольца, откуда взяли золото, сделать на то, чтобы вверху столбы были закреплены. Где взялось это золото? Где взялось золото на центральный засов, который проходит там чуть ли не тридцать шесть метров длиной? Все покрыто золотом. Где взялось это золото? Если мы уже все израсходовали при этом расчете, это выше нашего понимания. И трудно понять комментарий раби Аврагама Ибнезра, который говорит, что раби Саадья Вилицкий Гаон в Лосвенной памяти мало оставляет золото на все предметы остальные. Он говорит, что не учитывает засовы. Но, как мы видим, в тексте Тора есть не только засовы. Тоже удивляет этот комментарий. Это выше нашего понимания. Потом, если мы берем серебро, то сам Всевышний пишет, что мы собрали серебро, 100 кикаров и 1775 шекелей. И пишет Всевышний, что мы 100 подножий храма, каждое подножие по одному кикару, вот 100 и ушло. Это прямой текстурой. А 1775 шекелей пошло на крюки, на забор, на нити, которые мы обвили столбы храма, на покрышки храма. Можем себе представить, если у нас 60 столбов завернуть все серебряными нитями, сделать серебряные крючки, на которых держится забор, и покрышка каждого столба идет с листового серебра. Если у нас 60 покрышек, то очень малый вес, то что нам оставляют все вышли. Значит все было чудом сделано. Трудно нам понять этот вариант. Для нас это очень сложно. Как можно из такого маленького количества 1775 шекелей серебряных, ну пусть это 40 килограмм серебра от силы. Мы сделали столько предметов. Также иметь у нас 70 кикаров и 2400 шекелей. Наши мудрецы говорят, на каждое подножие, которое у нас 65, ушло по одному кикару. И тогда получается, на жертвенник медный, и что он еще из меди? На колышки медные, которые нужны для того, чтобы растянуть покрывало на шатер и на забор каждый столб крепился. Допустим, если мы возьмем, мы не знаем сколько ушло на шатер колышков, но если представить, что каждый из столбов шатера имеет 4 колышка, на которых растянуть, чтобы он держался. Допустим, если у нас 60 таких столбов, то надо как минимум 240 колышков. Сколько на шатер мы не знаем, то есть тоже почему-то небольшое количество меди пошло на все это. То есть трудно нам это, конечно, понять. Но ничего, главное верить во Всевышнего, раз он так написал, значит так и есть. И мы строим храм невзирая ни на что. Даже если мы это не понимаем, мы строим, сказал Всевышний, мы строим. А Всевышний, как мы знаем из Лавышния, что сам завершает строительство храма. Если даже машине мог собрать, Всевышний помог. И в восьмой день храм был сложен. То есть все сработает. Чудом, но сработает. Главное нам усердно научить Тору. И все сработает. И мир восстановится в этом мире. Даже если мы не понимаем, как это сработает. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум. Владимир бен Григорий. Лев бен Шмуэль. Хая Малка бад Йосиф. Мира бад Аврагам. Памяти Ури бен Харитон. Мендель бен Мендель. Здоровье Светлана бад Клара. Анна бад Ривка. Полина Перв бад Соня Сура. Женя бад Ида. Лена бад Клара. Анна бад Елена. Двойра бад Мирьям. Евгений бен Софья. Моисей бен Ева. Ирина бад Двойра. Йосиф бен Раиса. Инесса бад Маэль. Евгений бен Берта. Евгения бад Ита. Исхак Шимон бен Бейла Моттл. Фира бад Анна. За хороший дух Аарона Ребен Двойра. Денис Беннахум. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. До встречи. До встречи. До встречи.